всем привет второе видео на сегодня я мало зарабатываю так нельзя работать тебе так нужны деньги у идеи работы мне бабки не нужно это было такое лирическое отступление хочу хотелось записать это видео вот этот предбанник там еще домушка ну как наверное студия там наверху есть душ стиральная машинка там туалет вот это все мне обходится 250 рублей сутки многие живут и платят наверное 67 коммуналку в городах я бы тоже хотел иметь свое жилье честно говоря но я не заморачиваюсь я плачу 250 рублей и в принципе живу но суть то не в этом понимаете деньги деньги это можно назвать ну в понимании обычного рабочего класса деньги это эквивалент затраченного вашего труда здоровье человеческого ресурса то есть вы затратили свой ресурс получили купюру так вот купюра это можно сказать ваше затраченное здоровье живя в цивилизации наш мозг так устроен что он что вы попадаете в ловушку вокруг вас охотники за вашим здоровьем и за вашим трудом то есть купюра денежная допустим тысячная это кусок вашего здоровья и труда ваших сил затраченных вот все вокруг охотятся за вашим здоровьем они хотят отхапать у вас менеджер выпускает новые красивые автомобили новые типа стиральные машинки с хорошим дизайном это все сделано для того чтобы отхапать кусок вашего здоровья чтобы вы работали больше и хотели покупать все красивее все лучше телефона круче понимаете но это образно я надеюсь что вы меня поймете я тоже всего этого хочу вы не представляете я хочу себе дом на берегу моря я хочу себе mercedes какой-нибудь чтобы есть да я я тоже хочу много денег но опять же надо понимать как каким трудом их зарабатывать и понимаете как же объяснить то человек попадает в ловушку когда вот есть определенный доход хорошая работа и у меня все то же самое да было тоже и думает что по-другому уже жить нельзя как бы если поменяю работу если на меня не нравится или бесит так а где я найду такой заработок как же мне потом купать и иметь все блага которые я сейчас имею и вырваться из этой ловушки можно или самому но очень трудно как бы все резко поменять своей жизни или когда жизнь ставит тебя в такие обстоятельства что ты там остаешься без работы лишаешься хорошей работы сократили уволили ушел там не дай бог в состоянии здоровья еще как то что то то есть когда ты остался оказываешься в спартанских условиях без работы без денег допустим без коттеджа или трехкомнатной квартиры и тут ты понимаешь что срабатывает муха инстинкт выживания и что тебе как-то надо жить ну инстинкт выживания есть у всех живых существ на земле и тут когда ты начинаешь искать другие способы жизни ты понимаешь что теперь и деньги то особо то в таких размерах чтобы нормально жить и быть счастливым тебе не обязательно иметь много денег и тратить столько усилий сил проводить на работу на трех работах по 28 часов чтобы жить чтобы выживать понимаете но не у всех я образно говорю да я надеюсь что есть люди понимающие которыми смотрят они поймут о чем я говорю как только я сам за собой замечал как только идет хороший заработок хорошая работа да ты начинаешь привыкать опять тут же к хорошему то есть на не знаю образно возьмем даже на походе именно сигаретах англичных сигаретки получше покупать там айкос покуривать одежду получше себе купил у тебя был один вид одежды теперь у тебя три куртки трое ботинок и еще что-то телефончик получше надо купить машинку обновить резина еще может поездила бы полгода дайте я новую куплю а диски вроде хочется покрасивее магнитолку ну к примеру телевизор ага тонкий вышел этот вроде не так смотрится тут тоненькие грани и так далее и так далее и так далее приводить ага люстра дайте светодиодную куплю с пультом то есть вокруг нас столько соблазнов что как только появляется заработок тебе хочется тратить покупать менять я не говорю что это плохо но если деньги достаются адекватным трудом так что учитесь жить без денег без денег тоже можно жить но образно опять же говорю а то сейчас найдутся люди которые скажут что ты мелишь там образно говорю что не имея большого количества денег можно тоже жить и счастлива и в общем-то соблюдать режим труда и отдыха не затрачивать столько усилий не гробить свое здоровье вот так скажем и это все меня натолкнул к тому что я сейчас посчитал поделил стоимость оплаты койко места своего на 30 дней 250 рублей ребят естественно я не пойду сейчас 250 рублей заработаю дальше пойду спать естественно доплачивать связь там да там еще какие-то обязательства есть я просто образно хочу вам такую мысль высказать что возвращаясь к тому когда я говорил что я хочу уехать деревню что живя в цивилизации она подталкивает нас заставляет нас тратить больше денег больше работать и мы попадаем как в ловушку и так день за днем проходит не успеваешь оглянуться пол жизни прошло ну по крайней мере у меня было так вот я не понимал был один период я поймал себя на мысли уже как-то в ролике рассказывал что тоже особо денег не было я жил спокойно и не был в м-видео лет 5 чтобы не соврать и потом так получилось нас блендер сломал саму ребенку измельчать еду когда маленький я попал первый раз за 5 за 5 лет в м-видео ребята мне глаза вот так расширить потому что я люблю очень технику там какие-то новые пылесосы кружи беспроводные там где в ручке пылесборник они там на батарейке там не надо со шнуром ходить и холодильники какие-то супер табло всякие там все светится и всякая всякая техника разная какие-то для молодежи для дискотек сразу колонка в ней встроенные всякие там проигрывать или так далее хочется все планшеты у меня глаза разбегаются ipad все какой-нибудь себе хочу там макбук то есть я не был в этом магазине ничего этого не надо было принципе жил счастлива и довольствовался тем что есть как только ты увидишь что есть вот эти вот всякие фишки пешки ты начинаешь работать как раб новая машина вышел с новыми фарами ага сейчас задние фонари у всех такие светодиодные все моргает тоже хочется но надо как бы как бы какую-то себе стоп ставить какую-то грань вот такой немножко спутанное видео появилось получилось ну такая мысль у меня возникла надеюсь кто-то со мной согласится даже если вы не согласитесь все напишите комментарии спасибо за просмотр увидимся если все-таки сегодня выйду на работу но надо потому что я тоже в своеобразной ловушке пусть и меньше деньги нужны без денег все никуда без денег можно более-менее обойти в деревне этот и там пойдешь работать в огород потому что ты будешь ну допустим если живность держать ты знаешь что если не пойдешь не накормишь свиней курей то у тебя не будет продуктов питания то есть работать все равно надо без работы человек деградирует но просто надо какой-то грани видите и вот не пахать безумно так скажем пока